всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение с вами рэй мы продолжаем играть в tower conquest так пошел я на тренировку заберу нашу команду и опять же и отправлю тренироваться так в магазинчике что у нас тут есть где бесплатно где бесплатная награда нету никакой бесплатно награда обманщики так на арене мы получаем 18 бродяг и плюс ко всему у нас идет о 18 карточек на терминуса и и 19 карточек у нас на и этого сан туда получается ну что погнали в бой продолжить новый противник у вас завершен на иди ты в пень такой еще нелепый тот ронин выглядит так же каких-то в каком-то саване бегает в обмотках а это посмотри никудышка нелепый просто нелепый чепушила да конечно тут разнесем хочу ой ребят значит еще эту пану я отряд-то взял и не тот отряд взял которым мы обычно играем ай-яй-яй вот это да этот ребят мой косяк был ну ладно так ежедневные испытания король нам не нужен потому что король у нас прокачан по фолки ты-то знаешь а вот это уже интересно что тут ядерный бот щеглозадый ты так вопрос успеем ли сможем ли потянем ли я думаю что должны в принципе у него ядерные роботы у нас с тобой дед старый вояка с булавой который глушит по-моему он и боссов тоже может глушить если я не ошибаюсь так вот это конечно не очень приятно когда хилбот идет сзади щита бота причем у них по скорости ребята нет этот потихоньку его все-таки обгоняет получается так но бы этого отхиливать само собой поэтому я и призвал здесь нашего молотильщика плюс еще вот так сделаем и служитель тьмы ребят идет вот это ты конечно парень дал блин ты посмотри что творит готовы хмырёныши несчастные да ну так друзья чё-то мне не 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 нравится наше положение дел старый воин выходи слушай да неужели сфилимси а не успел не успел друзья мои сдулся ух теперь наше время веселиться зашибись он уже все ребята уже был на разогреве ядерный робот уже га вот вот и как говорится бомбанет но мы его во первых корнями немножко замедлили это раз а во-вторых мы молотильщика призвали и молотильщик стал очень там хорошо кромсать ну что забираем сундук роботов и вот такие вот награды у нас тут так ну что нефритовая долина собственно персона ребят я ой ронин давай на вот это ой подожди зачем сюда этот отряд вот это возьмем а я вот не помню у нас по-моему по-моему ползун нет уничтожает отлично это перестраховка потому что он сейчас будет вызывать по-моему еще отлично по красоте молодцы иди хайка в другом месте пожалуйста ну что победа отлично мы здесь справились главное что успели все сделать как нужно и только лишь благодаря этому у нас все получилось без потерь друзья мои так ну здесь ты видишь до терракоша плюс опять же этот ронин ронин естественно контрем ну по крайней мере пытаемся контролировать сейчас вызовем на это все таки блин вот это конечно ты зря хотя ты смотри у нас даже нельзя очень даже неплохо справляется ребят давай его поймаем не понял а все сработало я думал что мы его в клетку не поймали ну че за дела-то все шикарно да да разбомбили только шорох продолжаем нашу эпопею и двигаемся дальше ребят третий этап ронин тигр ек макалек ронин тигр и плюс еще этот всадник на жаруле совсем нехорошо просто друзья мои очень очень отвратительная команда так он посмеет еще вызвать или нет я думаю жнеца позвать успеете рискать больше нет наверное не успею жнеца хочу позвать чтобы он там уже ребята начинал расколобашивать их всех тигры поймаем этого ну совсем другое дело просто на изи стоило только подойти жнецу и все пошло как по маслу ребят он даже пикнуть не успел так предпоследний этап здесь ага вуджен значит ронин мне не нравится вуджен здесь вот в этой команде вуджен меня прям напрягает если мы возьмем давай вот этой командой попробуем я рассчитываю на бфгшку хотя если мы возьмем старого вояку с тобой ну я имею ввиду старого деда ты завязывай давай мужик есть я такого не ожидал я думал ребят будет похуже эффектус но эффектус нагибатус у нас сработал давай давай только дайте деду подойти поближе он вам там устроит карнавальную ночку на птичка невеличка и вам сейчас тоже тут достанется подарочки уничтожил сопляк все таки всех а ну по замку он конечно не так много урона носит как хотелось бы есть развездятели полностью там разворотили гнездо это все ну что последний этап кто у них тут бог ветра ну ребят я не буду уже тут рисковать выбираем наш топовый отряд ронина будем контролировать через зомби камикадзе если придется конечно да он вышел не спеша тогда сделаем проще если это конечно будет проще да нормально ну и остается только призвать нам ведьму в помощь и все ребят и песенка будет спета да роня ну что ж ты ну господи ну я думал ты как всегда побежишь нет он не побежал а вот это уже называется спецом да хотя мы сейчас уничтожим ребят все до свидания дудилка несчастная еще брыкается что-то сопротивляется ну посмотрите на него что-то там еще пытался сделать ну понятно что против меня бесполезно ему что-то там делать сундук нефритовой империи нам выпадает вот такие бойцы все есть меня интересует только денежка так здесь у нас долина подданных ух то есть мы только зашли на территорию получается значит здесь грифа у нас и паладин грифа и паладин ну ладно паладина мы возьмем на кого на джиггернаута а вот паладина точнее паладина на джиггернаута он же сейчас узи а вот как он делает хорошо так грифон погибай клетка тебе будет твоей тюрьмой ох как там две ниндзя поливает посмотри просто градом сюрикенов ребят забрасывает ну и само собой шансов не было у противника и мы переходим на второй этап здесь да то же самое только прибавляется жрица ну хилит она конечно здоровски но сама за себя постоять не может и по хпшкам она батная да паладин будет ее прикрывать стараться прикрывать ну ясен перец у него ничего не получится против нас это я еще жнеца не позвал а если я сейчас призову жнеца ой 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 подожди успею ли я я успел то есть мы вовремя обменялись да получается вот и все как говорится паладин в клетке а наш дорогой дружок просто прошел и уничтожил на каркуша да все тут без шансов без вариантов тотальное уничтожение замка total annihilation погнали дальше так третий этап здесь у нас энергия закончилась на этом отряде грифон паладин ну что я возьму паладин ребят паладин да он сможет с грифой кстати подраться причем довольно неплохо ну давай ну он сейчас конечно намесит моему паладин и чё смотри 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 офигеть пол хп почти снимает ребят поэтому давай-ка вызывать нашего парня боевого дружка на паладин на фехтовальчик всех в разнос ребят всех в разнос такс допустим ну что-то мне подсказывает что здравствуйте я ваш папа ай да конечно разнос полный причем там паладин конечно один брыкается но у нас не забывай когда тыквоголовый бросает голову он наносит урон абсолютно всему окружению там то есть до замка достает естественно так предпоследний уровень здесь ну маг маг это да маг это страшно но нам есть нам есть чем его ребят атаковать контрить конечно же тыквоголовый очень хорошо контролирует дальнюю дистанцию и поэтому маг со своей ну у мага тоже дальняя дистанция но не настолько сколько берет наш родной тыквоголовый короче паладин на паладин пойдет у нас ааа он вон как он хитро сделал но мы же знаешь что сделаем мы еще хитрее сейчас поступим мы призовем друидку и все я слышу слышу там кто-то кто-то прошуршал и это видимо маг засранец давай 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 родной выставляй тотемы тотемы хилищи и тому подобное пшикать там пшикать там давай тыквоголовый я тебя жду так пошла мазута еще вот так вот сделаем грифон пока тратит свои силы на уничтожение тотемов мои солдатики уже без накида здесь пробежали щитоботы жрица она еще знаешь что она не может себя хилять она хиляет только противников ну своих я имею ввиду сокланцев но сама себя не может залечить да конечно если ты друидку вызвал ну как о чем тут может быть разговор друзья конечно же ни о чем она всех захиляет всех усилит и шансов на победу против нее вообще практически минимальные минимальные это нужно я не знаю как ее подловить чтобы она осталась одна без прикрытия что практически невозможно делать потому что в любом случае она хотя бы тотемы ну выставляет на прикрытие так что ее не так легко взять так что ее не так легко взять как они думают так ты коголовый ты шел бы немножко помедленнее то рванул куда-то там этот испугался сколько три раза да надо в грифона попасть чтобы его уничтожить ну в паладина дофига нужно бомбить потому что сам видишь живущий просто да я жду друидку ребят все я ее призвал теперь я можно сказать спокоен иди сюда стоит там издалека что-то тявкает колпачник несчастный ну и что ты меня хочешь вот этим идиотом напугать твой епископ сейчас упадет просто никакие щиты так тебе не помогут не спасет тебя там ничто вообще смотрите сами ребята просто вот и упал целует землю как говорится пока эти тут у нас оглушенные были мы их тут немножко помурыжали вот и все официально заявляю что мы прошли эту территорию и опытный тактик само собой само собой как же я и не опытный тактик давай двигаться дальше забираем сундук подданных выпадает нам здесь эльф крестьянин деньги территория защитников ой защитников захватчиков защитников ну тут самый опасный это страж ну как страж опасный он не столько он страшен как живуч он живуч очень толстый очень жирный его даже паладин нифиг не пробьет а вот если призевать например друидку попытаться успеть нет наверное я не успею хотя успел смотри он он не очень сильно бьет он тотем там только с четвертой попытки ребят уничтожает ну куда ему тягаться с нами сейчас еще и тыкву голову позовем и начнется тут расколбас Иван Петрович все победа уже в кармане у нас уже звенит победными медалями да ребята все очень даже хорошо ну что у нас второй этап и здесь блин тут у нас закончилась энергия вопрос у меня знаешь какой как я буду контролировать хищница ребятушки так вот есть только он же еще одного позовет сейчас позвал и мы его сразу оп подрезали а дальше все проще дальше все намного проще но Роня там наяривает до свидания да довольно быстро и легко прошли мы здесь ох пришелец вот это плохо вот это вот вот это мне не нравится когда пришельцы эти появляются у меня против пришельца лишь один два юнита это бфгшка и служитель тьмы хотя ты знаешь я не уверен что служитель тьмы будет уничтожать уфо но я знаю точно что если я вызвал например нашего деда старого воина то уфошка нам по барабану в принципе да просто пофиг нам на нее он не сможет захватить главнокомандующего не понял ага все-таки служитель тьмы подбил его молодец красавчик кого-то там хотел похитить да пришелец но никого не похитил не получилось у него не фортануло не свезло такс ну что у нас как раз хватит нам этого отряда да пройти эту территорию а потом а что потом только топовый отряд у нас остается и все да и то там не полный там уже по-моему две энергии нету хотя откат может быть произойдет по энергии у кого-нибудь у какого-то отрядика который самый первый играл у нас ну что по старой схеме вызываем деда или как я думаю да как вариант можно вызвать деда а уже сзади него отправлять там всех кого не лень опа не понял вот это не в тему так не забываем про прыгуна ребят прыгун может вылезти в любую секунду просто спонтанно не в тему да что что будешь делать фига он глушит глушит бфгшка глушает да не забываем об этом ну по-моему тут все уже ясно сопротивление бесполезно было ну что последний этап у нас тут лорд пустоты поехали пришелец да пришелец немножко напрягает но по-моему не здесь здесь ползуна нету поэтому думаю справимся можно сразу ведьму позвать вот сразу после уфов вызываем ведьму и все ребят поехали я надеюсь он не оглушит ее неприятно карточку нам дали на страже да этот тритон вообще ватник противостоять ничего не может все легче парня реп даже лорд не вылез из своей конуры как мы его шуганули так ну что у нас тут нормально так ребят территория роботов поехали так ну что щитоботы наверное пойдут в первую очередь мы возьмем наверное будем выставлять да так и молотильщика это самый оптимал а после нам надо будет призвать служителя тьмы блин как я боюсь этих молотильщиков потому что они могут выпустить циркуляру и все ребята и он влегку уничтожает служителя тьмы он влегку уничтожает бфг вот видишь что происходит вот об этом я тебе и говорил ну если призвать деда например что я хочу сейчас в принципе сделать отлично дед отлично просто за километр от замка он наверное когда бьет по земле удаляет и от этого получает повреждение вражеский замок так ну у нас остается только две энергии на топовом отряде больше к сожалению у нас нету может быть за эти два поединка еще конечно где-то откатится сейчас посмотрим так 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 давай выходим ну бесит бесит вот начинается вот это вот ребят тени толкает тут появился все они тут хороши по-моему все да стоило только Ронину подойти и пошло поехало так последняя ребята энергия у нас проще парня репы сейчас наверное выпущу Ронина нифига не Ронина будем выпускать а вот теперь да теперь можно он не хочет сегодня бежать 100 метров понимаешь сегодня он не готов бежать 100 метров да отвали ты а чемергист несчастный стоит он там наяривает все до свидания ну-ка ребят посмотрим есть ли у нас еще где-нибудь энергия или же все да к сожалению ребятушки все ну что же друзья мои тогда на этом будем закругляться увидимся уже в следующей серии и продолжим играть так что всем пока и удачи и и